Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот хочу сегодня показать вам ту рассаду, те три лотка, которые я, потеряшки мои, которые я забыла, и 10 дней стояли они без света, без воды, безо всего. Я снимала видео, в каких случаях нужна экстренная подкормка томатам, ой, не томатам, а рассаде. И вот прошли сутки, полтора суток, я хочу вам показать. Вот смотрите, перцы, даже не подумая, что они были в неволе, были такие желтые, хиленькие, они все встали, все позеленели. И если изначально можно было подумать, что эта вся рассада уйдет на выброс, что она бесконечно, ну как, все уже испорчено, то нет. Даже вот этих белокурых красавиц я все равно спасу, потому что, ирония судьбы, я могла бы заменить любой лоток, у меня там море семян, но именно вот это высажены томаты, которые у меня в единственном экземпляре семена, вот в каждой ячеечке по 10 всего семянок одного сорта, все мне нужны, и я буду спасать из последних сил. Потом я вам буду показывать, это, конечно, спасение, это в первую очередь сразу под лампу, видите, они позеленели, они встали, если бы они не встали, я даже не смогла бы их распекировать, видите, они все поднялись, несмотря на то, что они были тоненькие, вот как ниточки шелковые, они все встали, и они мне теперь дали возможность, дадут возможность их распекировать. Вот как спасти такую рассаду? Конечно, в первую очередь сразу под лампу, чтобы они поднялись, сразу под кормка, чтобы они немного хоть ожили, полив, под кормка, опрыскивание, и сразу быстрая экстренная пикировка. Если я их сейчас не распикирую, они, ну куда им дальше тянуться, они все равно будут гнуться, падать, и если нам сейчас кажется, что это вот такая ужасная, такая длина, сильно большая длина для томатов, то мы, как вы вспомните, что мы все равно предполагаем их потом заглублять когда-то, и вот эти вот 5-6 сантиметров, для большого куста рассады мы их заглубляем и на 15 иногда сантиметров, даже на 20 при переросшей рассаде, весной вот, когда высаживаем. Так что вот эти размеры, они, конечно, ну как, действуют на нас, ну некрасивая такая рассада, ее и жалко, и сразу такое неприятное чувство, что вот погибла рассада, все можно исправить. Я ее буду сегодня же распикировывать быстренько, и я вам потом расскажу. Можно распикировать просто в лоточке, можно специально скрутить длинные такие стаканчики самодельные, чтобы она была прям по семидолю заглублена. Это все будет позже, но сейчас я хочу порадоваться, показать вам, поделиться своей радостью, что особенно перцы меня поразили. Они буквально за один день преобразились. Из таких заморышей, желтых, тонких, таких еле живых, превратились вот в такие посевы, зеленые, блестящие. И томаты тоже. Теперь они уже пригодны для дальнейшего использования, для жизни. Все. Вот такую рассаду, даже такую рассаду вытянувшуюся, не выбрасывайте. Если она вам нужна, если у вас нет возможности пересеять, если не позволяют сроки, такую рассаду тоже можно исправить. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И это просто видеообзор моей потерянной рассады потеряшек, которые без света прожили 10 дней. И без воды.